20 минут о красивой жизни, интересных людях и поступках. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Проект «День красоты для мам» был впервые придуман в Европе, но со временем перерос во всероссийский социальный проект, цель которого – поднять настроение мамам, которые лежат в больнице с онкобольными детьми. Это уже даже научно доказано, что от состояния мамы зависит и успех лечения, и состояние ребенка. Мама должна быть в команде с врачами. Мамам, как правило, очень трудно, но женщины есть женщины. И поэтому, когда они с прической, с макияжем, с маникюром, это улучшает их настроение, и они становятся не раздражающим элементом, плачущим, нервничающим, а именно союзником в борьбе с болезнью. Освободить целый день востребованному пейзажисту, парикмахеру или мастеру маникюра редко удается. День красоты как раз становится таким исключением. Я видела довольные, счастливые глаза, это выше всяких похвал. Поэтому, в принципе, я довольна и буду снова принимать участие в таких благотворительных акциях. Я думаю, ценность – поднять мамочкам настроение, взбодрить их, чтобы у них было настроение, и от этого у деток было хорошее настроение. Идеальная мама всегда внимательная, ответственная, добрая и заботливая. А настоящая супермама, умеет справляться с любыми трудностями, никогда не теряет оптимизма и успевает все, в том числе и всегда быть красивой. Когда мы поступаем в это онкологическое отделение и в шоке ходим от диагноза своих детей, нам совсем не до красоты. Мы просто даже себя не помним, как мы выглядим, мы не знаем. Но когда потихонечку мы начинаем приходить в себя, когда детям становится лучше, то тогда уже начинаешь думать о себе. Хочется уже сделать маникюр, хочется уже прическу сделать, макияж. И поэтому такой день, который в данный момент устроила нам «Искорка», фонд «Искорка», это очень приятный день. Спасибо им большое. Ну вот у меня даже слезы выступают, потому что на самом деле приближается такой отменный праздник День Батери. Поэтому, конечно, очень приятно, что девочки вот так вот пришли нас в трудную минуту, так сказать, поддержать. Большое им спасибо за это, конечно. Настроение поднялось, улучшилось много, конечно, всего. Мамечка, я мамечка езжу. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». В рубрике «Персона» сегодня гость Ирина Хакамада. О кодах успеха и эмоциональном капитале известный политик и коуч рассказала программа «Бьюти Тайм». Когда-то ее имя ассоциировалось исключительно с политикой, но уже давно все по-другому. Кандидат экономических наук, писатель, популярный блогер. Свой пятый в качестве автора мастер-класса «Визит в Челябинск» Ирина Хакамада посвятила теме эмоций. Большая часть лекции посвящена как справляться со всеми эмоциями и превращать их в то, что вам нужно. А уже вторая часть – как конвертировать это искусство в зарабатывание денег. Люди интересуются, у нас аншлаг. Сейчас на первое место вступают не столько наши профессиональные знания, сколько управление полным спектром своих возможностей интеллекта, эмоций, настроений. В зале 600 человек-зрителей. Эмоциональный капитал вызывает интерес у людей разных профессий и возраста. «Считаю, что любой уважающий себя человек должен заниматься развитием своей личности, повышением интеллекта. Этого невозможно сделать только благодаря телевидению, интернету, книгам. Оффлайн-встречи в настоящее время тоже имеют немаловажность». «Да, куча идей в голове, как что-то свое открыть, как развиваться, как, может быть, чуть-чуть лучше учить людей. В общем, я думаю, это такая тема очень общая, которая может в любой сфере жизни пригодиться». «Беда неуспешных людей, неуспешных детей, они не в состоянии самостоятельно действовать и рисковать. Они полагаются только на взрослых, и у них нет воображения. Те дети, у которых есть и то, и другое, они решают все проблемы. Даже если учитель плохой, даже если товарищи по классу тебя не принимают, они все равно все проблемы решают. А взрослые то же самое, не в состоянии самостоятельно слушать себя, понимать, что ты можешь, что ты хочешь. Ориентируется на внешний опыт, воспитанный в детском саду, в школе, родственники, друзья. То есть шум, вот это все время общественный шум. И считают, что этот шум и есть их истинные ценности, поэтому найти себя не могу». По мнению Ирины, в эпоху социальных сетей иметь свой аккаунт совсем не обязательно. А вот без интернета современному человеку не обойтись. «Представлять себя в социальных сетях». «Это не обязательно, это уже бизнес. Сегодня использование интернета – это все равно, что использование зубной щетки. Поэтому это не вопрос о том, нужно тебе или не нужно. Ты просто должен быть современным человеком и уметь всем пользоваться. Вот и все. Что такое сеть? Это почти бесплатная библиотека. Если вы не хотите заходить в интернет и в сети, вы не хотите пользоваться бесплатной библиотекой. Но ваши проблемы, мучайтесь». Академия наращивания ресниц «Премиум Бьюти» представляет пятый турнир «Гранд Лэшес-2018». Разыгрывается 30 кубков и один Гран-при. Юбилейные медали и призы каждому участнику. В рамках турнира также состоится бьюти-пати – конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Незабываемая шоу-программа с участием лучших стилистов региона. Узнать подробности и подать заявки на участие можно в официальной группе «Гранд Лэшес-2018». Приглашаем к сотрудничеству представителей индустрии красоты. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой. Покой простой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, а счастье будет, если есть в душе покой. Существует стереотип о том, что бухгалтеры – это серьезные люди, сдержанные в проявлении эмоций. На самом деле это не так. Например, в нашем городе бухгалтеры умеют веселиться, что доказывает уже не первый год, отмечая свой профессиональный праздник. Мне сегодня сказали, что на самом деле очень удивлены, вот были сегодня люди здесь вот перед нашим праздником. Мы сказали, что вообще-то, говорит, мы думали, что бухгалтера очень скучные, немножко зажатые, говорит, люди. В общем, мы очень удивились, говорит, вы такие веселые. Так как танцевали бухгалтера, на наших мероприятиях никто не танцевал. Я думаю, что люди, которые очень часто им приходится сидеть в замкнутом пространстве, с бумажками, они скучают по вот этому веселю, выходу, адреналина, радости. Им просто необходимы такие мероприятия. Это все такая вечеринка, которая плавно перетекает из одного в другое, и при этом есть определенная свобода. То есть ты можешь потанцевать на первом этаже, можешь пойти на фотозону, да, можешь подняться сюда и наблюдать за всем праздником вот сверху. И мне кажется, вот эта вот свобода, вот такая вечеринка, вот это будет главной фишкой сегодняшнего праздника. Впервые устроить шумную вечеринку для сотрудников финансового цеха решили год назад. Все прошло настолько удачно, что на этот раз гостей долго уговаривать не пришлось. Мне в прошлом году так понравилось на этом мероприятии. Я с таким настроением, прекрасным настроением сюда шла, поэтому я хочу отдохнуть, насладиться общением, насладиться хорошей компанией. Где праздник, там обязательно звучат тосты и поздравления. Для бухгалтера лучшим пожеланием будет не терять ни одной копеечки, даже на бумаге, но и не забывать при этом о личном счастье. А пожелаю я любым бухгалтерам, чтобы они не расстраивались, когда у них баланс не сходится. Даже копеечка все равно найдется. Надо немножко отвлечься, допустим, пойти чаю, попить или кофе. И снова вернуться к работе, и вы найдете эту копеечку. Прежде всего, счастье в вечной жизни. Бухгалтера так много работают, что... И пусть все у всех будет хорошо, будет много здоровья, много счастья, много самореализации и самое главное – удовольствия. Напряженная работа требует качественного отдыха. Для того, чтобы в понедельник с хорошим настроением снова сесть за таблицей и графиками. Благотворительный музыкальный салон, формат уже знакомый челябинской публики, на этот раз был организован в стиле джаз. Самые яркие моменты вечера с комментариями главного героя, музыканта Чарли Армстронга, в продолжении выпуска. Обаятельный Чарли Армстрон. Гость третьего благотворительного салона Юлии Жаботинской. После фортепианного вечера Юрия Розума и литературно-музыкального спектакля с Ольгой Кобой и Ниной Шацкой, салоны заняли свое место в культурной и светской жизни города. Достойная публика, камерная обстановка и особая эмоциональная составляющая делают такие вечера уникальными. Мне нравится выступать для небольшой аудитории, потому что мне нравится общаться с людьми во время выступлений. Можно увидеть настоящие эмоции людей, потому что если им не нравится, то можно сделать так, чтобы им понравилось. А когда ты выходишь на большую сцену, ты слишком далеко от аудитории. И мне нравится быть на такой площадке, как у вас. Я не буду стоять на одном месте, я буду ходить по залу, буду заглядывать в лица людей. Чарли Армстронг в последние годы живет в Европе, а выступает по всему миру. Но именно к русской публике музыкант относится с особой теплотой и трепетом. И эта симпатия взаимна. Я предпочитаю русскую аудиторию, потому что они открытые, искренние, дружелюбные и добрые. У меня было много концертов по миру, было много в Европе. Там люди холодные, они просто сидят и будто слушают радио. Что я узнал о России, это то, что люди любят реально слушать. Они чувствуют ритм, наслаждаются, иногда даже пытаются петь с тобой. Джаз, блюз, соул и фанк. Его кумиры Луи Армстронг, Майкл Джексон и Джеймс Браун. По мнению Чарли, старая школа – это основа и творчества, и профессионализма. Я предпочитаю такие направления музыки, как джаз, блюз, сол и церковное пение. А современные стили мне не по душе. Я думаю, что молодые исполнители всегда должны обращаться к основам музыки. Сейчас, как происходит, есть бит, и они сочиняют тексты, но это должно быть по-другому. Нужно взять основу, внести в нее что-то свое, а еще должна быть страсть. Только так получится что-то по-настоящему красивое. В детстве на меня никто не давил, поэтому я свободен от рамок в музыке. Я думаю, что лучше для детей – это не давить на них, не заставлять их, не толкать их в поп-музыку, дать им найти направление, в котором им будет комфортно. Так они раскроют свой талант. Если я хорошо играю на клавишах, а меня заставляют играть на гитаре, так что дайте мне тогда играть на клавишах. Может быть, я подумаю о бас-гитаре. Но важная вещь – это следовать своему сердцу и давать свет всем людям. Я хочу сказать всем детям, что какая бы мечта у вас ни была, никогда не сдавайся. И чтобы люди не говорили о вас, не думайте об этом. Потому что когда вы знаете, кто вы есть, продолжайте свой путь и не переставайте мечтать. Несмотря на всю торжественность события, атмосфера была теплой и дружественной. Живой звук, завораживающий тембр и позитивная энергия магически действуют на зрителя. По итогам благотворительного салона собрано более 700 тысяч рублей. Все средства на поддержку талантливых детей фонда «Андрюша». Шалапинс, я люблю тебя. Юлия, я люблю тебя. Просто так, как ты выглядишь. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Туроператор J-Study. Предлагаем обучение за рубежом по системе «Все включено» по направлениям. Курсы иностранных языков, бизнес-обучение, каникулярные программы для школьников, поступление в зарубежные университеты и среднее учебное заведение. 751-4262. Роман Ка. Не просто салон стильной женской одежды и аксессуаров. Это модный уголок, где вам не только помогут создать стильный запоминающийся образ, а сделают ваш шопинг в атмосфере хорошего настроения. Теперь нас легко найти. Роман Ка. В ТРК «Фиеста». Второй этаж рядом с Бургер Кингом. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok